Здравствуйте! В преддверии выборов мы продолжаем серию интервью с известными политиками. Сегодня в центре нашего внимания Павел Николаевич Грудинин, известный российский предприниматель и политик. Павел Николаевич Грудинин, российский политик и предприниматель. Кандидат на пост президента России на выборах 2018 года от КПРФ. Получив 8 миллионов 660 тысяч голосов избирателей, занял второе место после Владимира Путина. Член экспертного совета при правительстве Российской Федерации. Заместитель председателя комитета по развитию агропромышленного комплекса торгово-промышленной палаты. С 1995 года директор закрытого акционерного общества совхоз имени Ленина в Московской области. Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации. Павел Николаевич, здравствуйте! Вас называют мятежным и неугодным политиком. На федеральных СМИ у вас создаются тонны фейков и компромата. Что вы делаете? Такой взгляд, как будто бы для вас это неожиданность. Почему вас боится власть? Насчет мятежности я бы не сказал, потому что... Это цитата. Ну, хорошо. Будем считать, что тот, кто это сказал, в его совести остался. Нет, я просто политик оппозиционного склада и, на самом деле, даже больше не политик, а производственник, который понял, что если ты не придешь в политику, то политика придет к тебе домой. И, на самом деле, так и получилось. Вот жизнь моего предприятия, жизнь вообще всего сельского хозяйства в России, оно не политизировано. Все равно зависит от политиков, от людей, которые принимают законы. И сказать, что они принимали за последние 20-30 лет такие законы, которые облегчили бы жизнь сельского хозяйства или жителей сельских территорий, то это соврать. На самом деле, они усложили эту жизнь очень сильно. И именно поэтому люди уезжают из сельской местности, именно поэтому жить в селе стало невозможным. В результате их оптимизации ты не можешь получить медицинского обслуживания, ты не можешь отучить своих детей в школе, ты не можешь просто доехать даже уже до своего совхоза, потому что все дороги, оказывается, нужно, чтобы вы сами делали, то есть мы сами делали. А государство ушло из сельской местности и сказал, слушайте, мы будем лучше деньги за рубеж вывозить, хранить их в иностранных ценных бумагах, как это делано сейчас вот с золотовалютными резервами всей России, но ни в коем случае не будем поддерживать своих граждан. И ты волей-неволей оказываешься заложником вот этой государственной политики. И поэтому ты идешь, и, кстати, я вчера был в Красноярском крае в огромных предприятиях, таких очень интересных, с интересными руководителями, Солгон, потом Назаревская, и они все тоже пошли в политику, потому что невозможно уже. Потому что ты, а у нас всегда так было еще с советских времен, что директор совхоза отвечает за все, в том числе и за сосалку, и за то, как учитель живет, как врач, как он может доехать до больных, и за детские сады, и за школы, и за площадки детские. Они строят храмы, я, и совхоз Ленин тоже построил храм, они делают бассейн, и мы уже построили бассейн. Они вкладывают деньги в образование, и мы тоже построили новую школу, в которой сейчас все восхищаются. То есть мы такие, так называемые красные директора, потому что по-другому нельзя. А государство, вместо того, чтобы помочь, вот, кстати, я вам пример один приведу, у Алина Андреевича Назаревского, у Исаева. Представьте, глава, которая поставлена Единая Россия, не дает возможности построить коттеджи для работников, которые предприятия за свои деньги строят, чтобы закрепить молодые кадры на селе, и, казалось бы, это делается именно во благо народа, а она не дает разрешения строить. А как это объясняется? Я думаю, что они перепутали хозяйственную деятельность и политическую борьбу. И борются с директором, который выдавился от КПРФ, такими какими-то нечестными методами. У нас то же самое, мы три года не можем построить пристройку, в школе нам губернатор не дает разрешение на строительство. И что говорит? А все что угодно, только неправду. На самом деле, говорит, что у вас какие-то охранные зоны, хотя школа уже построена, мы в 17-м году ее сдали, а тут появились какие-то охранные зоны. То есть придумать, почему нельзя, это они мастера. А вот помочь, у них как-то не хватает возможности, даже головы не хватает. Кстати, могу вам сказать, что если в советское время секретарю обкома или райкома рассказали бы, что не дают директору совхоза построить пристройку к школе, он на следующий день бы собрал собрание, выгнал бы всех, лишил бы партбилетов и выгнал бы всех, кто этому мешает. Потому что тогда власть думала о людях, а сейчас она думает, ну как минимум о своем кармане или о том, знаете, был такой анекдот про советского прапорщика. Советский прапорщик, у него было всего две мысли в голове, до обеда чего украсть, после обеда кому продать. У меня такое впечатление, что во власть пришли советские прапорщики, и у них нет больше мыслей. Есть еще одно, победить, ну или как я, фальсифицировать выборы так, чтобы они остались в власти. А народу это совсем не нужно. И поэтому мы, директора предприятий, которые понимают, к чему все это идет, к тому, что жить уже невозможно, пошли в политику. Для того, чтобы показать, что мы на самом деле все сделали для того, чтобы Россия была великой страной, но нам мешает. Мы хотим изменить ситуацию. Ну, по крайней мере так, чтобы нашим работникам, нашим односельчанам, потому что, кстати, тоже интересно, меня тут все обзывают олигархом, а такие же олигархи работают у вас в Красноярском крае. Ну, что это за олигархи? Они живут в селе родовом, где живут их работники, они водят детей в те же детские сады и школы, в которые водят их работники, они живут, ну, я живу, например, на одной площадке, там, допустим, с трактористом в одном подъезде, или там с нашим производителем, ну, зоотехником. Вот, и все, мы ничем не отличаемся от наших, как бы это сказать, работников, трудовых, членов трудовых. А давайте о совхузе имени Ленина поговорим, которым вы руководите. Его называют образцовым, эталонным. Расскажите, пожалуйста, как там все устроено, как люди живут? А я вам так скажу, а мы просто не отменили те принципы, по которым развивались 30 лет назад. То есть мы как и остались социалистическим предприятием. А эти идеи себя не изжили? Коммунизма, социализма. Слушайте, а какая идея была, например, у Коммунистической партии и Советского Союза? Расскажите, пожалуйста. Главной идеей Коммунистической партии и Советского Союза, это написано в программных документах всех съездов, было написано «Повышение материального благосостояния советского народа». Вот главная цель, то есть главная цель была человек. Не чиновник, не какие-то там мифические успехи на международном поприще, а именно человек. И поэтому все было направлено, что человек должен быть бесплатное жилье, что он должен иметь рабочее место и достойную работу такую, чтобы он позволял жить достойно, чтобы он имел пенсию достойную. То есть принципы государства для человека, а не человек для государства? Конечно. Вот этот главный принцип, что в центре всего находится человек, они у нас сохранились. У нас, между прочим, есть такое понятие коллективный договор. И у нас профсоюзная организация каждый год подписывает начальством, то есть администрацией коллективный договор. А мы сохранили там все льготы, без исключения. Беременным женщинам, пенсионерам, детям, людям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. И у нас вот такой договор, и мы его все время улучшаем по сравнению с тем советским договором, который у нас будет. И поэтому мы социалистическое предприятие, которое все деньги тратит на три вещи. Кстати, я это увидел в Красноярском крае, вот в тех предприятиях, которые были. Вот я хотела спросить, а как вам красноярские угодья произвели впечатление? Понимаете, для человека, который у нас в совхозе, в нашем коллективе, 1900 гектар, чуть больше. А я тут увидел людей, которые управляют предприятиями 100 тысяч гектар, 50 тысяч гектар. Причем количество работающих тысячи, 4 тысячи человек. Такие просторы, черноземы, которые... Честно, я знал, что у вас тут масштабы совершенно другие, но что у нас столько огромные территории. И понимаете, я увидел людей. Вот знаете, что такое элита России? Это не вот эти, которые в Москве за кольцевой дорогой огромные деньги получают. И шубохранилища. Да, это совершенно другие люди. Это вот те, которые... Мы приехали, а там ребята ждут пока погода, там роса видна, значит, и не убирают карман. Но они собрались все. Вот это вот элита, которая с утра до вечера работает для того, чтобы накормить зерном свою страну. Мало того, еще и получить какую-то зарплату для того, чтобы дети нормально жили. Вот это элита. Кстати, вы знаете, что в советское время, я это увидел, кстати, в Солгоне, рабочего человека не только хорошо платили, но еще и всячески честовали. Количество героев социалистического труда, количество людей, которые были награждены различными государственными наградами, было огромное. То есть их труд оценивался государством. А у нас сейчас то какие-то артисты получают награды, то какие-то чиновники, то какие-то там, извините меня, близкие к власти люди. А вы посмотрите. И вот, кстати, я вам один пример приведу, очень интересный. 12 июня, в День России, президент делал прием и награждал, ну, скажем так, людей, по мнению власти, достигших там больших успехов. Там были тоже и врачи, и, слава богу, им стали в условиях пандемии оказывать внимание. И очень много всяких этих артистов, и в том числе один тракторист. И когда президент спросил у тракториста, который является лучшим, по мнению власти, в России, скажите, какая у вас зарплата, то сказал, что средняя 24 тысячи. Понимаете, это приговор стране, что человек, который всю жизнь, он стал героем России, значит, он из лучших трактористов, человек, который, вот это вот действительно элита страны, получает такие деньги, на которые, то есть, извините меня, прожить просто невозможно. А еще и содержать семью, учить детей, лечить родственников, ну, или самого себя, это просто, это приговор стране. Вот. И президент ему говорит, ну, слушайте, наверное, ошиблись, что-то такие деньги. Наверное, 240. Нет, нет, нет. Он сказал, ну, нет, когда у нас пассивная или уборочная, когда вот много работает, до 30, там, 5 тысяч доходит. То есть, он уже понял, что по реакции президента, что он что-то не то сказал. А потом его директор, директор этого предприятия, который его, скажем так, ну, видно, представил к награде, говорит, слушайте, мы его всеми поддержим, это же неправда. У нас средняя зарплата 35, слушайте, вот в совхозе имени Ленина средняя зарплата, ну, доход, больше 100 тысяч в прошлом году был. У вас? Да. Я считаю, что это мало. Почему? Потому что такие предприятия, как наши, которые ставят главные задачи повышения материального благосостояния работников, потом модернизацию производства, и потом деньги остальные направляют на социальные проекты. Вот, кстати, в вашем крае вот эти предприятия, которые мы посетили, они как раз такие же, как я, ну, как мы, как наш коллектив. Вот это должно быть поддержано. Я видела видео, к вам приезжали, снимали ваш совхоз, ну, там невероятная красота, конечно. Какие основные проблемы у сельского хозяйства? От государства получаете помощь в необходимом объеме? Нет, мы вот такие хозяйства, как наши, вообще никакой государственной помощи не получаем. И вообще слухи о государственной помощи в России, они слишком преувеличены. То есть все жители России являются такой жертвами пропаганды телевизионной. На самом деле, никакой помощи, кроме вреда, государственного не приносят. Вот смотрите, если я вам сейчас скажу, слушайте, вот я хочу оказать вам помощь, и даю вам 1 рубль. Но одновременно с этим повышаю вам на 2 рубля тарифы на электричество. А вы знаете, что тарифы на электричество в Красноярском крае 6-7 рублей за киловатт. Это невозможно выдержать. Потому что, извините, приходится все отключать, экономить, но все это не сэкономишь, потому что без электричества невозможно. Например, за последние полгода цены на минеральные удобрения выросли на 40%. А как ты можешь получить нормальный урожай, если ты не будешь поддерживать плодородие почвы? Ну а вообще реально рост тарифов остановить? Конечно. Это в программе КПРФ есть. Там написано, что давайте все естественные монополии вернем обратно в государство, и будем регулировать тарифы другим способом. Потому что если вы имеете возможность в Китае продать электричество по 70 копеек, а рядом своему потребителю продаете по 7 рублей, то у вас что-то в ценном образовании неправильно. Если вы при снижении цены на нефть, а во всем мире, как только цена на нефть снизилась, сразу снизились цены на заправках, на солярку и бензин, то у нас почему-то, когда цены на нефть снизились, цена на бензин и на солярку выросла. Это только государственное регулирование привело к тому, что в результате мы стали больше гораздо денег платить за то, что на самом деле вообще бесплатно можно раздавать. И помните, что Советский Союз 10 копеек за литр. Тогда молоко стоило 26 или 28 копеек за литр, а бензин стоил 10 копеек, а теперь наоборот. И немножечко, кроме бензина, люблю этот вопрос задавать хозяйственникам. Что случилось с ценами на корнеплоды, которые раньше стоили копейки? Свекла, морковь, почему они стоят по 100 рублей? Это же просто шок. Вот Мельниценко Борис Владимирович вчера отвечал очень интересно на этот вопрос. Мы там встречались, он тоже кандидат в депутаты, очень интересный человек, и таких именно нужно иметь депутатов. Почему? Потому что они от народа, они от земли, они понимают, что нужно. И вот он говорил, поймите, фальсифицировать молоко, привезя сюда пальмовое масло, или фальсифицировать мясные продукты, привозя какие-то наполнители, загустители, какие-то обрезки шкур, и потом из этого делать мясные продукты вы можете. А вот фальсифицировать свеклу, морковь, картошку вы не сможете. Она все равно должна вырасти. И если вы сделали так, что овощеводы оказались в тяжелом положении несколько лет назад и снизили производственные площади, ну, сивные площади, если одновременно с этим у вас появился не урожай, а есть понимание, что нужно считать баланс продовольствия и готовиться, знаете, что такое управлять? Управлять это значит предвидеть. И Министерство сельского хозяйства должно планировать балансы продовольствия, смотреть, где недород, давать госзаказы, и обеспечивать справедливую цену. На протяжении нескольких лет овощеводы все время были в убытке, потому что составные себестоимости росли, а продажная цена моркови, капусты, картошки, поскольку погода такая вырастала много, были низкими, не стояли, ну, в общем, всегда убыток. И поэтому снизили производственные площади. Государство не является заказчиком, он сказал, да, живите как хотите. А снизив производственные площади и уменьшив, ну, из-за погодных условий производства, мы вдруг оказались в дефиците. И вдруг выяснилось, что привезти по нынешним ценам, а евро и доллар гораздо дороже, чем, ну, то есть они переоценены, значит, привезти большое количество продовольствия просто не смогли. Ну, то есть дело в планировании грамотном. Конечно, в дефиците. Или неграмотном. Вот дефицит продовольствия, кстати, мы с ним вчера это обсуждали, что в советское время делалось все, чтобы не было дефицита. Да, лишнюю продукцию забирало государство, платило за нее деньги, иногда уничтожало на базах, но всегда его было много, вот именно такого продовольствия. А сейчас сказали, живите сами, мы все привезем за границу. Оказалось, что из-за границы привезти невозможно. Вот, кстати, с гречкой мы сегодня обсуждали. Ну, если гречку никто, кроме нас и немножко Китая, не производит, то вы ниоткуда ее не привезете. Если вы загнали производителей гречки в такую ситуацию, что им невыгодно стало производить, они уменьшили площадь. А потом раз, и не урожай. И гречка выросла в цене. Что делало государство? Вместо того, чтобы стимулировать производство необходимого количества гречки, оно сказало, мы сейчас придем, мы вас всех накажем, если вы будете цену поднимать. А производители гречки сказали, ну, мы бы того лучше сеять не будем. Ну, пошли нафиг. Потому что убыток постоянно иметь от производства мы не можем. Цена же дается, как будто бы должны отрегулировать, а зарплату мы как должны поднимать? Потому что люди же не могут жить на 20 тысяч в месяц. Понимаю. Вы говорите вещи очень справедливые, но акценты, которые вы расставляете, ну, заставляют думать, что ваш электорат – это только сельскохозяйственники. Да, они только ходят в магазины. Ну, вот есть такое мнение. Сейчас, слушаю, расскажите, пожалуйста, кто ваши люди? Для того, чтобы понять, кто наши люди, надо сначала понять, кто мы. Вот средний возраст людей, которые сейчас выдвинули КПРФ в Думу – 48 лет. И там очень много молодежи. Даже в списке 15 вот этих, ну, меня оттуда исключили, ну, 14 вот этих человек, там очень много молодых людей. Очень прогрессивных. И я, поскольку я хоть не член партии, но все время нахожусь вот в партийной жизни, я вижу, сколько молодежи, каждый на плену, на съезде ЦК. Так было всегда или это тенденция последних лет? Я думаю, что это тенденция последних лет, потому что все поняли, что реально из так называемой системной оппозиции является оппозиция только одна партия, которая все время, причем последовательно борется против коррупции, за то, чтобы деньги оставались в государстве, за то, чтобы первые рабочие места у молодежи гарантировались государством, за то, чтобы было бесплатное образование, за то, чтобы была бесплатная медицина, за то, чтобы мамы не бегали, молодые мамы не думали, как им прокормить детей, за то, чтобы цены на ЖКХ были не больше 10% от дохода гражданина. Постепенно приходит понимание, что больше таких политических сил оппозиционных, кроме КПРФ, нет. Ну, оппозицию уже не очень любят. Как, говорю, уже с вами тоже там ведут партии, спойлеры. Первое, спросите себя сами, что вы имеете в виду, когда говорят, что оппозицию не любят. Вы себя называете оппозициями. А почему нас не любят? Кто нас не любит? Народ нас любит? Вы, если бы... Не, 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 я про действующую власть. Я с этого начала, с мятежности и неугодности. А кто такие действующая власть? Это те люди, которые разрушили заводы и фабрики, которые сделали нищими всех людей в России, потому что 22 миллиона за чертой бедности, это по их оценкам, на самом деле, я думаю, что гораздо больше. Потому что прожиточный минимум в 12 тысяч, это смешно. Вот пускай они возьмут эти деньги, действующая власть, и проживут хотя бы месяц на эти деньги. Так я про это и говорю. Именно про это. Нет, поэтому нас любят все, без исключения. Другое дело, что есть пропаганда государственная, которая пытается сказать, что, значит, коммунисты там, допустим, не те коммунисты, которые были раньше. Нет, именно те. Потому что, когда мне говорят, слушайте, а ты вообще кто? Ты олигарх? Подожди секунду. Я живу вместе со своими работниками, раньше у них прихожу на работу, позже их ухожу. Я, скажем так, получаю столько, сколько они считают нужным. Вот у меня интересный пример был. Меня должны были переизбрать, и переизбрали. Значит, так вот единогласно коллектив совхоза Ленина, у нас 330 человек проголосовал за то, чтобы предложить мою конъюнитуру акционерам на то, чтобы я следующие пять лет работал. Но палки в колеса же ставят. Власть. Так я про них и говорю. А почему? Вот расскажите мне, пожалуйста, что такое партии спойлеры, что такое однофамильцы спойлеры? Такое явление существует? Смотрите, как правило, если не могут честными методами бороться с оппозицией, начинают применять нечестные методы. В чьих интересах только одна партия, это партия власти, которая заинтересована в том, чтобы фальсифицировать выборы, делать трехдневное голосование, убирать видеонаблюдение. Если они могут по-другому, они начинают придумывать вот этих однофамильцев. Представляете, появились люди против тех наших соратников, которые выдвинуты КПРФ, полные однофамильцы, которые за неделю до выборов, или за неделю поменяли фамилию, имя, отчество. Ну такой фокус. Это не фокус. Власть говорит, что, знаете, мы ничего с ними сделать не можем. Вот как нужно поснимать оппозиционных политиков с выборов, это они смогли. А как навести порядок у себя, просто сделать так, чтобы вот эта всякая шушера, которую, на самом деле, ее же никто потом не вспоминает. Как отличить настоящего от спойлера? Очень просто. Посмотри, если там написано КПРФ, это настоящий. Если там написано Коммунисты из Советского Союза, КПСС, то это, ну, слушайте, мы же это все видели, мы это знаем. И, кстати, ярким примером является президентская компания. Все эти спойлеры, а спор шел между социализмом и капитализмом, все остальные спойлеры набрали в общей сумме меньше, чем один кандидат от КПРФ. Ну вы, конечно, всколыхнули болотце, заняв второе место. Это прямо-то. Сейчас и мой коллектив, сейчас мы за это как раз и получаем по полной программе, потому что нам этого простить никак не могут. Но дело не в том, что там происходит с нами, а дело в том, что, вот я считаю, что отечество в опасности. Понимаете, Илья Андрея Зюганов как-то сказал, что, может быть, это последний шанс изменить все с помощью бюллетеня. Ну, логичным, легитимным путем. Потому что если мы все придем на выборы, ну, давайте так, шансов у партии власти никаких нет. Ну, потому что люди, которые сделали нищие всю страну, которые сделали не только пенсионеров, пенсионеры большой, конечно, класс, но не самый большой, но их просто обобрали, сделали их нищими. А что тех, которые работали на заводах и фабриков нищими не сделали? Вот трудовые коллективы. А что тех, которые работают, те же самые бюджетники, которые заставляют прийти за партию власти голосовать, что они живут хорошо, что ли? Учителя, врачи, которые работают от зари до зари и получают как-то нищенскую зарплату. Ну, да, они, я имею в виду партия власти, стали поддерживать кого? Силовиков. Они уходят на пенсию с 45. Они получают очень большие деньги. Но на них страна не может развиваться. Я говорю, что если бы хотя бы половину из Росгвардии сделать доктористами и послать наши поля, ну, дав им, конечно, сельскостехнику и доктора, вы бы накормили не там какую-то там Европу, мы вообще весь мир бы кормили. У нас огромные возможности. Что такое 120-130 миллионов тонн зерна? Это мы столько производили в 89-м году, в 1989-м году. А сейчас, если у нас были нормальные сельские хайства, ну, как Америка, производили 500-600 миллионов тонн зерна. А потом не надо продавать зерно, потому что это как раз зерно должно пойти на развитие животноводства, на создание рабочих мест. И мы не должны кормить своих людей. Ну, знаете, что среднее потребление в России мяса и мясопродуктов 77 килограмм. Среднее в мире 90, а в Европе 120. То есть мы кормим своих людей некачественной, но еще и скудной продукцией. Поэтому мы их... Скудной обрезью. Да, вот это... Ну, нет, значит, если вы хотите выйти из кризиса, вам надо пойти на выбор и поголосовать за наших. Давайте подытожим. Смотрите, все политики обычно говорят, что знают, как улучшить ситуацию в стране. Скажите, пожалуйста, что предлагает КПРФ? Это основные тезисы для наших избирателей. Вот эта фраза «все говорят, а мы делаем», она очень хорошо показывает вот эти народные предприятия, которые мы представляем, я бы не извини, Нидовский, Морел, Соля-Сибирская в Иркутской области. Вот такие предприятия, как Солгон, как Назаревская, которые вкладывают... Вот они показали, что можно сделать. Да, это вложение денег в социалку, это помощь пенсионерам, это социальная ответственность бизнеса, это высокие заработные платы. Ну, не настолько, конечно, высокие, что можно было сравнивать с доходами американских фермеров, но по сравнению с Россией очень высокие. И у нас это единственная партия, единственная программа, которая говорит, слушайте, вот все говорят, а мы еще можем показать. Мы можем показать, как можно построить детские сады в виде замков, как можно, не пользуясь помощью государства, построить бесплатные парки, ну и все, что вы увидите, если приедете... То есть выбираем созидание. Да, да. Нужно верить тем, которые уже своими делами доказали, что можно даже в этих сложных экономических и капиталистических условиях с помощью теории социализма сделать так, чтобы рабочие, люди, которые живут в этих поселках, жили гораздо лучше, чем все остальные. Павел Николаевич, спасибо большое за беседу. Всего вам доброго, удачи вашей партии. И главное, нашим предприятиям, и нашим предприятиям. Спасибо. Спасибо большое.